Премьер-министр 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 А США, допустим, в Сирии или с кем-то на Ближнем Востоке. Такого комплекса беззаимных обязательств у нас уже нет. То есть в этом плане ситуация гораздо хуже, чем она была в Холодную войну. Вот и главная опасность. Дело в том, что у нас движется дело к большому кризису не только в российско-американских, но и, боюсь, в российско-германских отношениях. Важно очень-то не скрывать, а сказать, что произошло. Произошло следующее. У нас, конечно, в России было очень сильное разочарование в политической линии Германии и правительству Мерки. Когда говорят, что американцы, во-первых, давили на Германию, но опять-таки мы прекрасно вспоминаем поведение канцлера Шрёдера во время иракского кризиса. И, в общем-то, ничего американцы ему не сделали, когда Шрёдер и Ширак вместе выступили против американского вторжения в Ирак. Вот у всех, естественно, невольный вопрос. А что помешало Германии занять теперь такую же позицию? Не сказать, что прошло уж очень много времени по отношению к 2003 году. Второй момент, понимаете, когда говорят о снятии санкций, ну, во-первых, да, сам факт, что санкции введены, это вызывает большую неприязнь в России. А второй момент, а как вы себе представляете восстановление работы в России? Ведь дело в том, что, да, действительно, многие банки лишились кредитования. Худо-бедно они его где-то нашли. Но неужели психологически, даже после снятия санкций, вы считаете, что русские предприниматели пойдут на восстановление такого контакта? И второй момент, они уже нашли, скажем, да, альтернативных поставщиков продовольствия. Как теперь мы порвём те альтернативные схемы, какие были найдены за эти полтора года? То есть здесь нам, конечно, угрожает очень серьёзный кризис. Ну и, наконец, да, тот момент обвала в российско-турецких отношениях, которые не спасли даже никакие экономические прокладки, никакие экономические, скажем так, взаимодействия, он, я сильно боюсь, может повториться и в отношениях между Россией и НАТО. Продолжение следует...